мне порекомендовал youtube видео я обычно такие видео не захожу потому что мне вся эта тема не интересна тот зашел и не знаю почему зашел классно как-то на автомате видео с дерущимися мужиками и если до этого видео которое я смотрел похоже там мужики трались в перчатках это наверно бок на засыпается и вообще в этом не разбирается мне как я рассказал не интересно вообще вот а тут видео и много людей большая какая-то организация и они дрались без перчаток и без вообще без всего грубо говоря голыми кулаками и вот это меня сподвигло записать это видео о том как некоторые люди стремятся к какому-то саморазрушению и как некоторые люди не любят не любить себя не ценят себя не ценят свое тело то есть представляете причем там большинство этих людей которые там дрались наверное 23 плюс то есть это взрослый мужчина уже много здоровых мужчин много таких меня не особо больших здоровых мужчин которые там бьют друг друга им это нравится и как бы все ок если нравится это хорошо пускай себе этим занимается тут конечно тоже вопрос породы потому что потом ему поломают челюсти поломают зубы и они будут на государственной больнице в очереди с тобой стоять и будут лечить им буду делать сам операции по естественным нас и ломается и там все в общем-то ломается потому что когда там дерутся два пуга я под 100 кг естественно кости даже если они очень крепкие они все равно не настолько крепкие и ну ладно это и дело и я не буду про это говорить я про то что как люди вот не ценят себя вот занимается каким-то таким явным сармы саморазрушением ладно есть скрытное саморазрушение когда человек не может понять что он вот сама разрушает себя через какие-то ну вот через допустим работу на которую он работает которая разрушает его да или если он живет с каким-то человеком токсичным который которые тоже негативно влияет на человек но тут еще можно понять почему это происходит то есть на человек не сознает это вот стокгольмский или как его синдром вот у многих особенно в россии очень многие которые ну и некоторые люди любят страдать а вот когда вот прямо осознанно ты идешь на то что тебя там будут разрушать свое тело твое тело твое там здоровье я я понимаю зачем это делается но это очень очень нездоровая тема вот этот саморазрушение какое-то явно также есть моем случае какое-то время было саморазрушение когда я занимался тоже какой-то физкультурой какими-то физическим нагрузками йогой и она тоже вот было не явно не явно в том плане что вот допустим те же какие-то растяжки да мне очень хотелось в то время прямо я очень горел желанием сесть в полный лотос и сидеть в полном лотосе медитировать я люблю зависать медитировать ты медитировал тогда очень много то есть я больше медитировал чем не медитировал скажем так ну может быть про этот период отдельно расскажу как то когда когда мне захочется в этом рассказать и тоже многие учителя по йоге мастера по йоге они предупреждают что вот это вот не навреди в йоге это должно быть на первом месте должен быть приоритет тому чтобы не навредить себе и мне тогда казалось что вот я растягиваясь и вот это вот какая-то боль и тело мне говорит больно то я так как меня все же не учили делать через силу через еще что-то вот и прямо было вот это вот была мысль очень не хотелось полный лотос сесть и там еще какие-то там шпагаты всякая фигня такая вот я эти сна через силу тоже делал то есть я прямо ниже стену это не была такая боль и там кричал еще чего-то но тело дано реагировала болью и я вот там чуть-чуть чуть-чуть скажем так страдал и через боль сидел в каких-то поцах или там растягивался и может быть кому-то это подходит в моем случае на меня тоже довольно долго это доходило но в итоге дошло что сейчас я уважаю максимально уважаю свое тело максимально уважаю психику нервной системы и вот это вот вот это вот боль даже небольшая боль это стресс для организма я стараюсь не стрессовать свой организм это скажет и стресс полезное я уже записывал видео на тему стресс кому-то интересного мнения почитаете опять-таки полезной не хочу не хочу я стрессовать и как мне странно когда я начал уважать свое тело я если на те же растяжки сейчас делаю то я растягиваюсь очень как лайтово то есть как бы это объяснить сложно на словах объяснить в чем разница когда я растягивался там у меня была какая-то боль а сейчас в принципе может быть тоже чуть-чуть это можно назвать болью но она очень такое но даже приятная бы сказал боль то есть она очень не дохожу до по его вот этого состояния и вот состояние в котором я нахожусь он эффективно то есть у меня растяжка увеличивается но при этом мне приятно и это вот очень здорово что я вот с той штуки когда мне было больно я пришел сейчас к этому ты так получается я не только в плане растяжки пришел я таки по жизни по жизни сейчас я увеличивая как бы увеличивая свой комфорт стараюсь не стрессовать стоя вместо того чтобы стрессовать организм я наоборот улучшаю свой комфорт и этому увеличивать зону своего комфорта и это дает свои результаты свои результаты и в плане выполнения каких-то моих проектов которые мне там нравится какой-то работы которые я делаю хобби которыми я занимаюсь и также результаты в плане здоровья в плане здоровья психики и тела и нервной системы то есть я сейчас себя чувствую намного лучше этом несмотря на то что есть тоже какие-то мне проблемы намного лучше чем чувствовал себя вот тогда когда делал через силу и вот хотел добиться каких-то высот или я не знаю чего хотел добиться зачем я это делал но вот вот так